Ассаламу алейкум зрители канала. Уже определен следующий соперник чемпиона мира по версии WBA и IBF Мураджона Ахмадалиева. Мураджон Ахмадалиев в конце 2021 года должен был встретиться с американским боксером Ронни Риосом. Однако сперва поединок перенесли, а затем вовсе поменялся соперник. По этой причине Ахмадалиев не смог встретиться с Ронни Риосом. Таким образом, Мураджон Ахмадалиев победил Хосе Веласкеса вместо Ронни Риоса, а теперь готовится к следующему бою. Сейчас ведутся переговоры по поводу следующего поединка узбекского чемпиона Мураджона Ахмадалиева. Если все пойдет по плану, то следующим соперником узбекского боксера окажется американец Ронни Риос. А если Ронни Риос по какой-то причине не сможет выйти против Ахмадалиева, тогда против узбекского боксера будет противостоять филиппинский боксер и бывший чемпион мира Марлон Тапалис. Мы уже видели, как Мураджон Ахмадалиев уничтожает всех боксеров на своем пути. Он победил чемпиона Дэниела Романа. Тем самым став чемпионом мира по версии WBA и IBF. А потом нокаутировал бывшего чемпиона мира и претендента на чемпионский титул Риосу Кейвасу. И защитил титулы. Затем в конце 2021 года он второй раз защитил титулы от чилийского боксера Хосе Веласкеса. А теперь против узбекского чемпиона определен сразу два боксера. Ахмадалиев сперва выйдет против Ронни Риоса, а затем будет защищать титулы от Марлона Тапалиса. Я вам уже рассказывал про американца Ронни Риоса. Поэтому сразу перейдем к Марлону Тапалису и затем в качестве бонуса расскажу еще про другого чемпиона, который все время вызывает на бой Мураджона Ахмадалиева. Друзья, филиппинский боксер очень сильный и опасный. А его прозвище – Марандинский кошмар. Сейчас рекорд у Марлона Тапалиса 35 побед, 18 нокаутом и 3 поражений. На что следует обратить внимание, это то, что Марлон Тапалис даже становился чемпионом по версии WBO. Он даже бился, за временный титул по версии IBF. Однако, Марлон Тапалис в том поединке проиграл нокаутом японскому боксеру Риосу Кейваси. А Мураджон Ахмадалиев нокаутом побеждал Риосу Кейвасу. Друзья, вы можете сказать, что Марлон Тапалис, если нокаутом проиграл японскому боксеру, то он недостойный соперник для Мураджона Ахмадалиева. Однако, Марлон Тапалис не просто так побеждал 35 поединках. Марлон Тапалис занимает седьмую позицию среди всех боксеров второго легчайшего дивизиона. Даже бывшие чемпионы Дэниел Роман и Ронни Риос находятся в рейтинге ниже, чем Марлон Тапалис. А сам Мураджон Ахмадалиев, несмотря на то, что является чемпионом, занимает третью позицию рейтинга. Кроме того, Марлон Тапалис является филиппинским боксером. Он занимается с отличными боксерами в одном зале. Даже Мэнни Пакияо занимался в том же зале, где занимается Марлон Тапалис. Ахмадалиев сейчас даже сам не может выбрать себе соперников, так как защищает титулы от обязательных претендентов, и соперник может определяться только зависимо от рейтинга. И по этой причине 2022 году Мураджон будет защищать титулы от Ронни Риоса и Марлона Тапалиса. А после, у Мураджона Ахмадалиева появится шанс объединить все четыре титулы второго легчайшего веса. Мураджон Ахмадалиев уже сделал то, что не смог ни один узбекский боксер и даже многие чемпионы. У него уже имеется два титула, и даже повторил рекорд Леона Спинкса. Кроме этого защитил титулы. А теперь Мураджону Ахмадалиеву остается только стать абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе, и после этого можно будет переходить в другую весовую категорию. А во втором легчайшем весе имеется два чемпиона, по версии WBA и IBF Мураджона Ахмадалиев. А по версии WBC и WBO чемпионом является американский боксер Стефан Фултон. Стефан Фултон уже много раз вызывает Мураджона Ахмадалиева. А сам Мураджон Ахмадалиев тоже хочет объединить все титулы второго легчайшего веса. И даже стала известна примерная дата всех этих поединков. Ахмадалиев планирует примерно в апреле этого года встретиться с Ронни Риосом. И даже начались переговоры. После поединка с Ронни Риосом, через три месяца встретится с Марлоном Топалисом. Примерно осенью этого года, Мураджон Ахмадалиев хочет победить американца Стефана Фултона, объединить все четыре титулы и стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас рекорд Стефана Фултона 20 побед без поражений. В общем, Стефан Фултон очень техничный боксер. У него мало нокаутов, однако он свой недостаток компенсирует со своей техникой. Если про него буду говорить, то это будет длиться очень долго. Про него даже придется сделать отдельный ролик. Однако мой канал про узбекских боксеров, поэтому даже не стану зацикливаться на нем. Мы лучше его силу посмотрим в бою против Мураджона Ахмадалиева. Для этого Мураджон Ахмадалиев должен победить Ронни Риоса и Марлона Топалиса. Однако для организации каждого поединка требуется примерно три месяца. Ахмадалиев рассчитывает бой со Стефан Фултоном осенью этого года. А Стефан Фултон хочет организовать поединок летом этого года. Поэтому в 2022 году нас ожидают яркие поединки от Мураджона Ахмадалиева. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok